Продолжение следует... Макс дает фору весь разбой и седьмой шар на равных до пяти. Продолжение следует... 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 отдавать ему видимый шар. Теперь Андрей имеет инициативу, чтобы поставить маску Максиму. Ну, за пять можно увезти, правда, сложно. Можно и по тонкой. За четыре? Ну, я думаю, он хотел за пять. Все-таки. Просто не попал. Сильно ударил он для того, чтобы за пять увезти? Ну, вообще да. Вообще да. Может быть, и за четыре встал. Ну, вот сейчас, на самом деле, непонятно, что делать. Биток за шесть не... Хотя нет, идет. Да, он затормозит биток. Да, да, да. Шестерку. На самом деле, вот по поводу фор надо вводить, я думаю, как в Греции. А, Б, С и Д. Группы. А не мог бы это объяснить полностью? И взносы для разных. Ну, вот в Греции там четыре группы. А плюс... А, пять получается. А, А плюс, Б, С и Д. А плюс, это топы. А, это типа моего уровня. Б, типа Хайрулина. С. Можно примерно распределить. Ну, любили. Как ЭЛОБ. Фору, то есть от нуля до пятерки. Ну, да, 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 да. Если бы у вас сказать. Просто... И делать взнос. Да, суть в том, что в Греции турниры проходят до... Без форы. Да, без фора. В очередном разбою. Просто взнос разный. Да. Соответственно, чем сильнее игрок, тем выше взнос на турнир. То есть фора во взносе. Но тогда меньше народу будет приезжать, я думаю. Вот контртуш произошел. Если бы на месте осталось 100 единиц, в центр бы, наверное, шло. Правый. Видим, недовольный Максим таким. Ну, понятно, да. Стала совсем мутная позиция. На правом винте можно резать. Я больше вообще не вижу ударов. Просто резать единицу, биток от пятерки. Либо, если Максим не дорежет, то единица, возможно, встанет за четверку. В крайней мере, он может не удаст удар. За четверку? Да. А, единица, то да. Ну, возможно. Это на тихом совсем. Ну, по замаху кажется, что Максим будет играть на сильном ударе. Ну, да, чтобы... А, через лоб он хотел увести единицу оставить на месте. Через контртуш? Ну, это сложно. А, даже, возможно, через контртуш за четверку он мог ставить. Кстати говоря. Ну, что ж, видим, что у Андрея сейчас инициатива. Да, и почти полпути уже он прошел для победы. Примерно две с половиной партии он и выиграл. Не только в сете, но и в партии, так как Андрею нужно играть до семерки. Осталось всего три шара на столе. Да. Вполне комфортный угол для того, чтобы перевести биток в центр стола. Я думаю, он будет выходить на угол. А, нет, на центр выходит. Немного не докатил. Будет все равно играть на удержание. Можно удержать. Да, мы видим то, что... Ну, вот, да. И он играет в угол на внутреннем. Ну, да, да, да. По-моему, можно было все-таки в центр сыграть. На внутреннем винте, удерживая биток угол. На нижнем левом, да, на нижнем левом таком ползунке даже. Но уже все. И тоже не очень простая позиция сейчас стала. Да, есть опасность того, что биток попадет в десятку. Ну, ее резко непонятно, потому что, может быть, шестерка фроузен, прилипшая к борту. Нет, она немножко от борта стоит. Да, есть. Да, главное забить тут. Да, и совсем нормовая остается для сбора. Мне там, может, можно сказать, что я позвать у нее? Ну, нет, нет, там можно не звать. Там буквально сантиметра полтора-два есть между шарами. О! А, нет, нормально. Оказалось, что биток за 10, да. Да, 3-0. 3-0, не 2-1. Достаточно очевидное замечание. Да. На плане игры это очень важно, когда... Ну, до 5-ти, да, это вообще сильно решает. Утин уже больше полсета выйдет. Следующую партию уже он захил. Что значит, у него будет... У него останется одна партия для того, чтобы выиграть сет. Да, ну все уже знают, что это. Кто смотрит. Что ж, посмотрим, какой разбой продемонстрирует Андрей. Ну, кстати, он попадает неплохо. Биток всегда в центре. Единственный разбой против Евгения, он утопил биток в центральном лужу. Но сейчас, как мы видим, у него более удачный разбой. Не попал немного. Да, и биток шел как раз синхронный лужу. Да, и поэтому шаров тоже нет. Но 5 игры нет сразу, и приходится отыгрываться. Нет, перекатил. Единица опять на игре. Можно забивать на скатке и продолжать собирать. Если бы был Дуду устало, то, скорее всего, он собрал. Потому что Дуда забивает все шары на скатках. Да, мы с Михаилом использовали термин, прошу мать, скатка по Дуде. Да, дудовская скатка. Да, он это все верно, все в точку. Ну, так как это не Дуда, это перерезка. Да и не сказал бы, что Андрей сыграл на скатке. Ну, такая полускатка. Достаточно уверенно мимо ударена. Да, но Дуде надо догонять сейчас. Что ж, какие есть трудности в сборе этой позиции? Ну, выход с 5 на 6. Сейчас надо выйти на нужный угол на 5. Да, хорошо вышел. Ну, вот с 6 на 7. С 5 на 6, а с 6 на 7. Восьмерка около луза. Проблем там не будет. Хороший выход на 6 на 1, Макс. Да, да, да. Хороший угол для того, чтобы выйти на следующий шар. И, скорее всего, Максиму удастся размочить счет в этом матче. Да, он использовал внутренний винт. Но даже выиграв эту партию, Макс не будет разбивать. Вновь разбой будет у Андрея. Да, и вновь инициатива у него же. По сути, Максим каждый раз ждет ошибки Андрея. То есть он изначально в некомфортной для себя ситуации. Но в этом вся суть форы. Да, 3-1 сейчас встанет счет. Ну и месяц. Так, вновь Андрей разбивает. Да, 5-я партия уже пошла. Для Андрея это хорошая разминка, разбой перед финальным матчем. Если он выиграет. Конечно. Вот. Не попал сейчас совсем и надо собирать. Непростая. Ну да, вот четверка стала плохо, конечно. Стройке нужно будет сделать выход на четверку. И если, конечно, проходит пятерка мимо седьмого шара. Ну вот четверка в центре, если идет мимо семерки, то... Скорее всего она идет. Ну вот непонятно ни с одной из камер. Ну вот с этой камерой вроде как идет она. Немного маленький угол, но нормально. Придется через накат. Придется, да, через накат. Да, до шесть. До шесть, до шесть. Ну вот с джампа на четверку будет выйти уже сложно. Но, может быть, можно выйти под нижний правый угол. Да, если биток ударится в восьмерку, скорее всего... Ну вот Евгений говорит, что Дуда, скорее всего, не забьет сейчас. Но я думаю, что он забьет. Я потом дам Максиму заданцу, чтобы смотреть еще раз эту трансляцию. Чтобы он внимательно послушал. Да, и все-таки я был прав. И выход получился... Прекрасно. Более-менее, да. И сейчас будет, наверное, отыгрываться все-таки. Вряд ли четверку будет резать в центр. Ну, если он может сыграть комбинацию 5-7, то он может спокойно резать четверку, а затем... Четверку, да. Вот Андрей. Недоволен с вами? Недоволен, да. Есть еще возможность, если Максим немного перережет, слегка задеть семерку. И тогда... Будет непреднамеренно, но... Ну, это уже какой-то невероятный, я думаю. Ну, это вряд ли он так будет играть. Недоволен, да. Недоволен, да. Наверное, будет играть четверку за восьмерку, бетолк за 10. Ну, нет, по-моему, по луже играет. Ну, посмотрим, что он сейчас придумал. Да, по луже играл. Ошибся, но по-моему, по-моему, игрушу. На четверку идет, идет, да. Идет четверка, и бетолк можно провести между 6-10. Лучше, скорее, проводить справа от 10, потому что 6-10. Вы сказали, что он за день не поднимет шар. Ну, возможно, да, возможно. Справым винтом забивать пятерку будет сложнее, чем просто на без винта. Да, по-моему, без винта бьет Андрей. Не дорезал, да, и... А, опа, и бетолк, опа. Ну, это шанс для Дуды. Сократить расставание. Да. Тут не должно быть проблем. Спасибо. Довольно уверенно Максим собирает эту позицию. Он понимает, что это очень важная партия. Может сократить разрывы на минимум. Хорошая оттяжка. Да. И прямая десятка, которая может сократить отставание. Счет становится 3-2. Продолжение следует... Спасибо. Всем привет. И очередной хороший разбой в исполнении Андрея. Единственное затруднение может быть только стройкой. Что вы можете сказать Андрею о течении этого матча? Ну, Утин сам виноват Андрей. Был шанс. В каждой партии? Да. Сейчас уже будет тяжелее намного. О, ничего себе. Да, достаточно сильно повезло Андрея в этом ударе. Он перерезал, шар упал. Провел на него десятки. Столько факторов. А тройка идет в угол, где семерка стоит. Направо. Может быть, он будет оттягивать для комбинации трясин? Не, очень сложная комбинация, мне кажется. А битком имеешь ввиду? Я думал чужим. А, нет. Ну, чужим очень тяжело. Если чуть перекатить, то там девятка. А не докатить, то уже очень резко большая. Да. Стоит учитывать тот факт, что Андрей очень долго играл и до сих пор играет в карамиду, поэтому для него рассчитать угол сваряка будет попроще. Не, по-моему, надо было чуть вперед прокатить. Очень тонко нужно попасть. Да, заказываю там семерку. Посмотрим, удастся ли ему сыграть столь непростой удар. Не, перерезал. О! Перерезал. Ну, вот опять отдал. А 3-0 вел. Да, в каждой партии он имел шанс. Расслабился, наверное. Может быть, если позиция была бы попасть. Кстати, не очень хороший выход. Через пятерку, прямая четверка, нужно выходить. Опа, они нормально. Ну все. Хороший удар. В принципе, да. Единственное, что нужно использовать в машинку. Потяжка с машинкой достаточно сложна в технических элементах. Но я уверен, что Максим справится с этим ударом. Мы видим, как далеко Максим держит поклейку от битка. И в итоге киксует. Да. Это, кстати, моментум может быть в этом матче. Очень серьезный. Он с левой руки. А почему он уже с руки? С руки играет, но поставил. А чего не мог поставить подальше себе, если играть более дальний? Видимо, уверен. Он уже нужно сыграть два удара. Ну да. А-а-а. Да какая разница? Не сладная семерка, поэтому ничего страшного. Ну да. Ну да. Досадная ошибка Максима приводит к тому, что он проигрывает эту партию и счет становится 4-2. При том, что все разбои будут у Андрея. Да. Повезло, на самом деле, очень сильно Андрею. Эта партия. Как сказать, повезло? Он ошибся и Максим допустил техническую ошибку. Ну. Повезло. С главной камерой может показаться, что на Гермес Меркурий очень похоже. Да. Там такая же стена. Да. Но только стол коричневый, если бы. Много не повезло с тем, что четверка срезала в единицу на короткий борт, но она играется. Правда, без выхода, но играется. Так. Куда будет по двойку выходить, как думаешь? Или он отыгрывается? Или он отыгрывается? Или он отыгрывается? Хороший отыгрыш, да. По правой стороне, достаточно тонко попал. Через 4 борта завел за 7 и 10. Что ж, Макс заказывает дуплей. Он уже забил неплохой лип. Джамп? Нет. К сожалению, он всего лишь попадает по шару. И очередной шанс для Андрея для того, чтобы попытаться закончить этот матч. что-то не было. Ну да. Ну да. В очередной раз видят Андрею с тем, что биток попадает в губу и нету маски после этого удара. Будет семерку, наверное, играть, да, в комбинации? И десятку проще. Десятка более прямая. А у двойки, наверное, прямая линия с семеркой в лузу, мне кажется. И поэтому будет легче. Ну, просто как будто двойку забиваешь и все. Не очень хороший. Совсем даже плохой. Нужно было пытаться сыграть десятку. Да, надо было комбинацию. Ну да, вот так. Хороший удар. Может догнать, кстати, еще Максим. При этом у Андрея будет еще, как минимум, два раз боя. Угу. Перекатывает немного Макс. Ну, ничего страшного. Да, да, да. Ну, я бы просто усложнил себе задачу забития этого шарапа. Ну и выхода, соответственно. Придется борт использовать. Хорошо. Ну да, в этой партии, наверное, уже Макс закончит. Да, вполне спокойно разбирает эту позицию Максима. Никаких проблем. Немного не докатывает на восьмерку, но угол есть для того, чтобы сыграть через дальний длинный борт. Да зачем, я думаю, оставит здесь. А, даже так, угол был меньше. И Максим сокращает отставание в очередной раз до одной партии. Продолжение следует... Как вы могли заметить, у Андрея достаточно нестабильный разбой. Да, но в начале матча хорошо попадал. Посмотрим, что будет в этот раз. Хорошее попадание. Да, можно сказать, идеально даже. О, но только двойка не очень хорошо встала, на самом деле. Лучше бы единица в лузе осталась. И 4-9, надо комбинацию играть в десятки. Ну, двойка проходит, но дальше нет развития. Ну, я думаю, он десятку будет играть, я думаю. Плюс 7-8, 4-9. Да, он смотрит резко попадает в десятку, учитывая то, что он игрок в пирамиду. С него не должно состоять трудностей рассчитать отскок. Очень внимательно Андрей смотрит резко. Ну, конечно. Можно матча закончить. Слышим ли мы заказ? Да, я думаю, был. Ну, все. Да. Победа. И Андрей Утин выигрывает в этом матче со счетом 5-3. И будет матч-реванш. Андрей Утин в финале гранд-ивента. СПБ Кап. Сразится с Евгением Буслаевым. И это все будет через 10 минут. Оставайтесь с нами. Продолжение следует.